Подобрал лист металла примерно 1,5 мм толщиной, потому что у рамы тоже толщина примерно 1,5 мм. Вот это отверстие 8,5 мм, как на раме, а бонка у нас идет 7 мм. Вот это отверстие у нас 10 мм, а бонка 9 мм. Сейчас я обе закручу и посмотрю, разожмут они эти отверстия или нет. Вот это у нас точно такой же, как в раме, вот это чуть побольше, чем в раме. посмотрим в общем вот эта маленькая она болтается и никак не удается зафиксировать в таком большом отверстие поэтому шестер уж но я взял отверстия 9 миллиметров начал с вами 8 с половиной то есть чуть-чуть его подровнять вот так вот она замечательно заклепалась такие здоровые бортики все очень прочно держится так что я думаю что куплю я толстые такие на 6 миллиметров под винт заклепки с внешним диаметром 9 но не стальные алюминия то что мы уж плотно заходит и буду их в раму монтировать резьба полностью целая то принципе нормально смотрится так я протестировал три разные банки это вот стальное с таким большим бортикам это стальная pottaï это алюминиевый с большим бортиком стальная вот это вот тяжело затягивалась это стальная заказ очень-очень тяжело и алюминиевых затекалось нормально обратной стороны получились вот такие бортики все это держится нормально и хорошо но это у нас под 6 миллиметровые винты внешний диаметр 9 миллиметров вот эта банка то есть винтик 6 миллиметров внешний диаметр 9 миллиметров а в раме у нас отверстие на данный момент разбита до восьми с половиной миллиметров сейчас я его чуть-чуть буквально дремелем проточу и буду туда запросовывать банк так аккуратненько зачистили отверстие и она на одну десяточку больше чем баночка баночка сюда заходит очень хорошо гонка длиннее чем нужно это на миллиметр сейчас я ушли фону в принципе нормально потому что резьба начинается покажу здесь по начинается не сразу не фокусируется вот резьба начинается не сразу поэтому можно сейчас миллиметр шлифануть обычный напильник мелкий и по нему шлифовал этой баночкой теперь она стала вообще вплотную то есть отверстие ровная не банка очень хорошо сюда встает все еще будем заклепывать ну что ж заклепку нас запрессовано держится очень прочно здесь все ровно аккуратно со всех сторон все красиво использовался обычный заклепочник который просто был вкручен винт и все такая шляпка конечно шайбочки проставлялись а дополнительная затяжка производилась винтом это винт каленый прочность по моему 12 него и гайка 12 стоит он нам 5 рублей наверное он вставляется сюда через шайбочку верхняя шляпка держится гайка закручивается за счет этого происходит дополнительное вытягивание чтобы очень просто затянуть по времени это недолго вот это все подготовить найти потренироваться пришлось очень много времени потратить отключить